И Малена Сольда В сериале Цыганская кровь Сценарий Маркоса Карневали и Марсела Герти Операторы Хорхе Фернандес и Эзекуэль Спинелли Режиссёры Мартин Саван и Лукас Руиз Барре Не трогай её! Что ты здесь делаешь? Не твоё дело Вот именно Ты прячешь Эзекуэль? О чём ты? Она здесь, я найду её Куда ты пошёл? Я переверну дом вверх дном, но я найду её Эзекуэль здесь нет Давай, обыщи дом Я живо вышвырну тебя вон Давай, слабак, рискни Меня не должны здесь видеть, иначе Амадора накажут Амадор сам приговорил себя Прошу тебя, если его посадят, я умру Я знал, что ты здесь Эй, эй В чём дело? Твоя дочь и твой брат нарушили закон Она только что вошла И пришла она ко мне Не лги, Лассара Не будь таким подозрительным Я только пришла Замолчи, ты лжёшь Хватит, принц Уходи Совет узнает обо всём Ты не имеешь права вторгаться в мой дом Я уйду Но отныне я стану твоей тенью Не понимаю, почему вы обе не помешали ей Закон принят, и мы должны уважать его Идём Мы скоро будем вместе, Изабель Амадор, прошу тебя Майты Тебе очень больно, любимая Да Хватит Хватит Как ты? Ничего Прости меня Не волнуйся Прости Это какое-то безумие Со мной всё в порядке, Ниньо Не беспокойся Нет, едем в больницу, скорее Нет Пусть тебя осмотрит врач Нет, нет, всё нормально Поехали в больницу Никто не должен знать об этом Я хорошо себя чувствую Всё в порядке Идём домой Я чудовище Вместо того, чтобы заботиться о тебе Я постоянно причиняю неприятности Ну что ты Это правда, Майты Если с тобой что-нибудь случится, я умру Позволь мне посмотреть рану Всё в порядке Всё хорошо, любимый Да Сейчас, Майты, всё в порядке Но в любой момент ситуация может измениться Нет Я это знаю, я чувствую С нами ничего не случится Мы справимся с Марией Не знаю Не знаю Иногда мне кажется Что у нас ничего не получится И наша участь сплошные страдания Не говори так Да, Майты Нет, я люблю тебя больше всего на свете Я поняла это сразу Как только увидела тебя на мосту Я поняла, что хочу стать твоей женой Любой ценой Клянусь Богом Я никому не позволю разлучить нас Идём домой Я не хочу, чтобы Ласара что-нибудь заподозрила Ну, сначала спрячь это Хорошо Твой брат и сестра не должны ничего узнать, понял? Ладно, я положу сюда А теперь пошли Ты потрясающая женщина Обоприс на меня Прошу тебя, не оставь меня Умоляю Смилуйся надо мной Смилуйся надо мной Смилуйся надо мной Смилуйся надо мной Я знаю, тебе было трудно понять меня И я очень благодарна тебе Поверь, я очень переживаю за вас обоих Он мой брат Я вижу, что ты любишь его И ради этой любви готова на всё И это пугает меня Если я попытаюсь вмешаться Ты можешь пострадать А я хочу защитить тебя Я не хочу Чтобы его наказали Я не хочу терять его Я тоже этого не хочу Я устал терять тех, кого люблю Не говоря уж о тебе, поверь мне Завтра я попрошу совет Расторгнуть ваш брак с принцем Не знаю, как сложатся твои отношения с Амадором Но сначала ты должна снова стать свободной женщиной Спасибо Большое спасибо, папа Я люблю тебя Я тоже люблю тебя, доченька Я люблю Я люблю Всё, хватит Перестань плакать Хватит и тех слёз, что уже пролиты Обещай, что больше не будешь плакать Да Тогда до завтра Береги себя Это нужно отметить Ты первая женщина, которую Лосаро Эредия действительно любит Похоже, дома никого нет Уходи, тебя могут увидеть Нет, Майта, я не брошу тебя Я чувствую себя нормально Я приму обезболивающее и лягу в кровать Что я сделал с тобой, ты только посмотри Не, не, помни, что я люблю тебя И это самое важное Выходи за меня замуж Конечно, я выйду за тебя Ты уже сделал мне предложение, и я согласилась Уходи Майте Что? Прямо сейчас В крайнем случае можно договориться с отцом Бруно и пожениться завтра Что заставляет тебя так спешить? Любовь, Майте Посмотри, что я натворил С нами может случиться всё, что угодно Я хочу, чтобы мы соединились навсегда перед лицом Всевышнего Мы уже соединились навеки Иди домой, тебе нужно отдохнуть С каждым разом мне всё труднее расставаться с тобой Скоро нам не нужно будет расставаться Береги себя Прости Ты должна поберечь себя, Ампаро Сходи к врачу, у тебя нездоровый вид Спасибо, дорогая Это был обычный обморок Любое сердце даст сбои из-за таких переживаний Ампаро Как ты относишься к моему отцу? Твой отец Он ни на кого не похож Его можно любить и ненавидеть одновременно Он ненавидит, но делает добро Он размышляет, но часто ошибается и совершает много глупостей Но он деятельный человек и никогда не сдается Никогда Поверь мне, в течение всех этих 26 лет я пыталась сопротивляться ему Но он всегда брал верх Все это время он тенью ходил за мной Ему было известно каждое мое движение Он знает, что по вторникам я хожу в супермаркет, по пятницам в церковь и по субботам к своим кузинам Правда? Правда Все эти годы Хана знала обо мне больше, чем Лосаро Который спал со мной в одной постели Мне всегда казалось, что я именно такая женщина Которую может полюбить Лосаро А потом вдруг поняла, что я живу неправильно Когда я убежала с твоим отцом Родилась новая Амбара Я сама себя не узнавала Я была свободна Значит, ты все-таки решила выбрать моего отца? Какое это теперь имеет значение? Твой отец проведет остаток жизни в тюрьме Нет Этого не может быть, Амбара К сожалению, так и будет, Мора Именно так Нет Он выпьет настойку Альмавивы Но это же безумие Ведь теперь Консепсион нет с нами Нам поможет Изабель? Мора, не будь наивна Изабель, дочь Лосаро Она никогда не пойдет против него А кто, по-твоему, дал мне Альмавиву? Что? Снова за старое? Мне надоело вытаскивать людей из тюрьмы с помощью этого трюка Корнехо Неужели ты ничего не можешь сделать для моего отца? Ниньо это помогло Он жив и на свободе Нет, это случайность Ангель, я не могу запретить делать вскрытие Не могу Это обычная процедура Понимаешь это? Ну, придумай что-нибудь Корнехо Что ты здесь делаешь, Ниньо? Почему ты не сказал мне, что придет Корнехо? Ну, можно же что-то сделать У меня больше нет связей Дело ведет новый судья, которого невозможно подкупить Я не смогу вывести тело Хану из морга до вскрытия Нужно что-то придумать Корнехо Да, помешать Хану выпить эту дрянь Иначе это будет последний напиток в его жизни Наверное, он уже выпил его Сейчас уже поздно уговаривать Ты должен помочь ему, Корнехо Его нужно вытащить оттуда любой ценой Хорошо, я сделаю, что смогу Но если ваш отец умрет, отвечать будете вы Идиот Если папа умрет, клянусь, я убью его Поздравляю, Ангеле, что потом? Я буду добывать очередную порцию Альма-Вива, чтобы вытащить из тюрьмы тебя? Давай думать головой Нужно помешать сделать вскрытие любой ценой Я сейчас вернусь И царствие небесное придет на землю И исполнится воля твоя Благослови нас Доброе утро, Мора Тебе удалось поспать? Есть новости о папе? Нет Ангель звонил много раз, но, к сожалению, так и не дозвонился Что-то случилось? Просто телефон занят Обычное дело Почему ты думаешь только о плохом? Если папа выпил настойку Альма-Вивы, нам могут позвонить в любую минуту Может быть, поедем туда, я больше не могу сидеть дома Нужно набраться терпения Мы сделали все, что могли, и теперь нам остается только ждать Дело сделано, Мора Будем ждать Карнехо не звонил? Нет Он работает Пытается добиться, чтобы вскрытия не было Мы спятили Мы сошли с ума Что мы делаем? Как мы могли заставить его рисковать жизнью? Мора, у нас не было выбора, и ты это знаешь Да Но если с папой что-нибудь случится Все будет в порядке Я не смогу этого пережить У меня просто не хватит сил, Ниньо С папой ничего не случится Я возьму трубку Здравствуйте Это его старший сын Что? Нет Нет, этого не может быть Это неправда Только не с ним Этого не может быть Что вы говорите, это невозможно Я вам не верю Майте Майте Что это? Мое свадебное платье Какая прелесть, Ампаро Правда? Я сама сшила его и вышла тоже сама Знаешь, это было непросто А материал моя мама купила у испанцев Платье предназначалось для красивой женщины Выходившей замуж за красивого мужчину В надежде на счастливую семейную жизнь К несчастью, моим надеждам не суждено было сбыться Это неправда Конечно, правда А теперь твоя очередь Ты тоже красивая женщина Которая выходит замуж за красивого мужчину И он сделает тебя счастливой Я надеюсь, что ты наденешь это платье Спасибо Для меня большая честь надеть твое свадебное платье Хану нашли мертвым в камере Что? Очень своевременная смерть, верно? Что ты говоришь? Альмавива Ты сошел с ума? Да Ниню выбрался из тюрьмы именно так Уверен, доктор скажет, что у Хана случился инфаркт Ты чудовище, Лосара Ты счастлив? Твой враг умер Сегодня у тебя большой праздник Посмотрим, что покажет вскрытие Ты должен найти судью Корнехо Сколько раз можно повторять одно и то же Если мы не заберем его из тюрьмы до полудня, все пропало Хорошо, я сейчас приеду Что мы натворили, Анхель Успокойся, Ниню, мы решим эту проблему Я еду в полицию, меня ждет Корнехо Присматривай за домом В любую минуту появятся люди Началось Зачем ты пришел, предатель? Как ты посмел явиться сюда? Крыса Мне захотелось выразить вам свои соболезнования Неужели? Соболезнования? Да, Анхель Из-за тебя он попал в тюрьму Нет, ты сдал его Лосаро Сколько он заплатил тебе? Мне никто не платил Сколько ты заработал? Клянусь тебе, Ниню Отвечай Мне никто не платил, отпусти Анхель, ты мерзавец Не прикасайся ко мне И я мерзавец, и твой отец, и ты тоже Не прикасайся ко мне Вы моя семья Мы были твоей семьей, но ты предал его Мы с отцом дали тебе все, а ты его предал Убирайся, негодяй Посмотри на меня Посмотри, я же нищий Вот все, что у меня есть Вот что я получил от твоего отца Не унижайся перед ним, Анхель Он негодяй Это все, что у меня есть Проклятие Что ты делаешь? Ты подарил мне его на день рождения, помнишь? Больше у меня ничего нет Ничего Что ты делаешь, Санчо? Забирай парик и убирайся Отдай своему отцу Положи на его могилу Отдай ему Отнеси на его могилу Отнеси Псих, пошел вон Негодяй Успокойся Сейчас нам нужно думать об отце, а не об этом ничтожестве Ты понимаешь, Ниньо, папа всегда доверял людям, особенно Санчо Он всегда доверял таким болванам, как Санчо и я Он всегда доверял таким же подонкам, как он сам Не сравнивай себя с ним Между вами огромная разница У тебя достаточно оснований ненавидеть отца Но ты напротив хочешь спасти его Ниньо Это из-за меня отец оказался втянутым в эту историю Но я не смогу вернуть его к жизни Я юрист, не могу спасти своего собственного отца, Ниньо Не могу, понимаешь? Поезжай в полицию, посмотри, что можно сделать А я пока сожгу эти шмотки Надо же В нашей общине полно недоумков, но таких, как ты, я еще не видел Ты что, следил за мной всю ночь? Какая у тебя тоскливая жизнь Очень тоскливая Скоро твоя станет еще тоскливее Правда? И когда же? Когда ты приблизишься к Изабель Что? И тебя приговорят к пожизненному заключению Выезжай Я иду к своей племяннице Неужели? Да Постой А на какое расстояние твой закон разрешает дяде приближаться к племяннице? На какое? На метр можно? Да Для меня этого достаточно Достаточно, да Надеюсь, увидят тебя на поминках Хочешь устроить мне праздник? Собрался помирать? Молодец, давай Неужели ты ничего не знаешь, болван? В чем дело? Тесть твоего покойного брата скончался Печальное событие Верно? О чем ты говоришь? Позаботься о море Сначала она потеряла мужа А теперь и отца Эй, об Изабель позабочусь я сам Эй Нет, куда же он делся? Я всюду искала мама Я хорошо помню, что положила его сюда Я ничего не нашла Лучше поищи в своей комнате Покупатели решат, что я продаю плитки шоколада с сюрпризом внутри Альба Изабель Хорошо, что я тебя застала Ты должна пойти в полицию и попытаться вернуть Хану к жизни Лосаро считает, что он выпил Альмавибу И не успокоится до тех пор, пока не увидит Хану мертвым Пожалуйста, осталось мало времени Ампаро, успокойся, Анхель уже там Он обо всем позаботится Да, но ты тоже должна быть там Не волнуйся, все будет в порядке, прошу тебя Хорошо, я пойду позвоню ему Боже, Боже, Дева Мария Не оставь его, прошу тебя Не оставь его в беде Ампаро, как ты изменилась Ты рада этому? Да, я просто счастлива, когда ты будешь покидать этот мир А я надеюсь, что это произойдет еще очень не скоро Да, ты будешь знать, что на земле был человек, который искренне любил тебя Спасибо, Монтойо, спасибо К сожалению, это бесполезно Его тела еще нет там Хорошо, я позвоню тебе попозже Постой, звонят в дверь Перезвони мне сам Хорошо, спасибо Спасибо за соболезнование Спасибо Я даже не знаю, что тебе сказать Что-нибудь случилось с Майте? Что? Майте, с ней все в порядке? Да Да Разве тебе не сказали? Что случилось? Проклятье Что? Что случилось? Твой отец А Да, я знаю Не убивайся Что? Вот мое плечо Нет, спасибо, Амадур, не сейчас Я твой друг Плакать я буду потом А сейчас у меня много дел Каких? Извини Извини, у меня очень мало времени Для чего? Чтобы организовать поминки? Нужно сдвинуть мебель к стенкам, купить венки Прежде чем покупать цветы, нужно известить людей Я знаю Твой папаша был мерзавцем, но Выбирай выражение Мой отец не мерзавец Он не хуже других Нужно говорить, был Отстань от меня Его же больше нет Ну и что? Я еще не осознал, что он умер Ты хочешь, чтобы я бился в истерике? Уходи, Амадур Ты действуешь мне на нервы Уходи Что ты скрываешь? Убирайся Говори, что ты натворил Уходи Говори Что ты сделал? Альмавива Что? Альмавива Только никому не говори Он выпил его Алло Ласаро не поверил Он ушел в полицию, чтобы потребовать сделать вскрытие Нет Нет, этого нельзя допустить Он не отступит Он сказал, что не уйдет, пока ему не докажут, что твой отец мертв Что ты собираешься делать, дорогой? Не знаю Я позвоню тебе позже Пока В чем дело? Проклятие Эй, что случилось? Говори Я должен ехать в полицию Твой брат настаивает на вскрытии Мой отец всегда говорил, что твой брат Никогда не оставит нас в покое Никогда Нож предназначался мне, Майте Я уже почти убедила его Но ты, как всегда, все испортила Не убивай меня, Мария Прошу тебя Нет, я не убью тебя Ты будешь жить в полном одиночестве Потому что, Ниньо, я заберу с собой Ты не заберешь его Даже не мечтай об этом Не мечтай Я не мечтаю, Майте Мертвецы не способны мечтать Я заберу его с собой Когда он попытается остановить мое сердце Я так крепко прижму его к себе Что он не сможет вырваться из моих объятий А ты Останешься жить, Майте Одна А пока тебе придется немного пострадать Майте, я принес чай Ей не нужен чай, Сильверио Смени ей повязку Рана может нагноиться Подержи ее, а то она упадет Тише, тише Майте Что это? Вот так Что с тобой, Майте? Я позабочусь о тебе, Майте Клянусь Майте Ампаро Мора Проходи, пожалуйста Есть новости о Хану? Пока нет Ты не возражаешь, если я подожду здесь? Конечно, нет Когда я дошла до двери своего дома, то поняла, что не хочу находиться там Я не знала, куда мне деваться Потому что единственное, чего мне хочется Быть рядом с твоим отцом Я ничего не знаю о нем Это сводит меня с ума Я не знаю ни где он, ни что с ним происходит Может, именно сейчас ему нужна моя помощь А меня нет рядом Я понимаю тебя, Ампаро Я испытывала те же чувства к Хосеме, а теперь и к папе Прости меня, Мора Я не хотела усугублять твои страдания Нет, ничего Дорогая Прости меня Нет, твое присутствие очень помогает мне Спасибо Я очень люблю тебя, Ампаро И Мне хорошо с тобой Не хочешь выпить чаю? Я хочу Чтобы мы вместе помолились Конечно, Мора Конечно Во имя Отца, Сына и Святого Духа, Аминь Отец наш Небесный, да светится имя Твое Да приидит Царствие Твое Да свершится воля Твоя Асфальдо, его родные сходят с ума Нужно отдать им тело Нельзя терять ни минуты, Корнехо Зачем заставлять их страдать? Нельзя ли обойтись без этой процедуры? Судья Варелло упрямый человек, Корнехо Я не могу принять решение, не переговорив с ними А тебе что здесь нужно? Простите, комиссар Зачем ты пришел? Мой отец умер Оставь его в покое Офицер, мы можем поговорить наедине? Разумеется Лосаро, если ты пришел узнать про Хану Амайо То он умер своей смертью Это странная смерть Я хочу, чтобы были выполнены все полагающиеся формальности Простите, что вы имеете в виду? Я имею в виду вскрытие О чем он говорит? О вскрытии Я не позволю прикасаться к моему отцу Я не хочу, чтобы его кромсали Я не разрешаю Оставьте его в покое Боишься, что он действительно умрет, когда его разрежут? Он уже умер Мой отец мертв Ниню, ты слышал, что он говорит? В чем дело, Анхель? Он требует, чтобы папу разрезали, как цыпленка И выпотрошили, как старую подушку Нет, Лосаро, нет Мы достаточно страдали Пожалуйста, умоляю тебя, прекрати Хорошо, но разве вы не хотите узнать причину его смерти? Нет Я не хочу, чтобы его резали Корнехо Могу я поговорить с судьей? Идите за мной Нет, Лосаро, не надо Что ты задумал? Я напишу прошение об отказе от вскрытия Только не вздумайте устраивать скандал Нет, нет, как ты можешь так говорить, Корнехо? О каком прошении речь? Алло Ниню, что случилось? Где ты? Полиция Ситуация очень сложная Пришел Лосаро и требует, чтобы сделали вскрытие О боже Что же нам делать? Не знаю Корнехо пишет какое-то прошение А Лосаро разговаривает с судьей Его нужно срочно забрать Да Мы что-нибудь придумаем, не волнуйся Успокойся, Мора Как только появится новость, я сразу же позвоню Не нервничай Мора Что он сказал, дорогая? Алло Есть новости? Да Твой отец требует провести вскрытие О боже Что же нам делать? Молись, Изабель, чтобы судья не прислушался к нему И мы успели вернуть папу в жизни Нет, мы не можем больше ждать Вдруг мы уже опоздали Пожалуйста, помолись за моего отца Если будут новости, я позвоню Хорошо, буду ждать Что? Чем ты занята, Изабель? Читаешь книжки про черную магию? О чем ты? Я хотел пригласить тебя полакомиться мороженым Тебе предстоит возвращать Хана к жизни, а это будет нелегко Да, в последнее время всем пришлось нелегко Не приходи ко мне Принц караулит возле дома Я знаю, он сказал, что собирается к тебе Он всю ночь караулил меня Наверное, боялся, что я отправлюсь к тебе в гости Но я бы никогда не сделал ничего подобного Вот так вот Ты в своем уме? Ты права Должен признаться, мне до смерти хочется поесть мороженого в обществе племянницы Амадор Слушай Сейчас куплю мороженое И приеду к тебе Нет, нет Мне нужно уйти ненадолго Что же делать? Я так хочу мороженого Потерпи Встретимся попозже, если желание еще не пройдет Как мне не везет сегодня Ты только посмотри Что случилось? Шоколад не отскрести от стенок Я положила тонну масла и все напрасно Скажи, что перед использованием ты вымала форму, мама Зачем она и без того чистая? Я готовила в нем альма-виву Дай мне телефон Кому ты собираешься звонить в кондитерскую лавку? Скажу, чтобы они не пускали в продажу этот шоколад Боже, это же будет катастрофа В чем дело, Корнехо? Почему так долго? Вы уже опоздали? Понятия не имею Зато я узнал, что судья знаком с Лосаро Он приветствовал его как близкого друга Добрый день Вы приняли решение, сеньор? Да, конечно Я отклонил ваше прошение, сеньор Корнехо Нет В подобных случаях следует определенной процедуре Я не намерен нарушать порядок Вскрытие тела Хана Амайи будет проведено в установленный срок Нет, нет Я знаю закон судья В таком случае вам должно быть известно Что мы должны определить, была ли это естественная смерть или самоубийство В свидетельстве о смерти должна быть указана причина Можете написать в свидетельстве, все что угодно Мы не хотим, чтобы нашего отца резали Это противоречит нашей религии Моя сестра ждет ребенка Она очень любила отца Она будет переживать Сеньоры, мне очень жаль, но я не изменю своего решения Я уже распорядился, чтобы тело перевезли в судебно-медицинский морг Кроме того, я разрешил вам проститься с ним До свидания, сеньоры Прошу прощения Но судья Это ты виноват, Лосаро Ты еще пожалеешь об этом Мне очень жаль, я сделал все, что мог Что же нам делать, Ниньо? Что нам делать? С тобой случилась беда, папа Большая беда Пятьсот четыре, Ниньо Папа всегда говорил, что для него четыре несчастливая цифра Сейчас не время шуток Я не шучу, Ниньо, не переживай, папа Мы не позволим им искромсать тебя Анхель, что? Слушай Молодые люди, вам пора Мне нужно работать Еще одну минуту, пожалуйста Позвольте нам попрощаться с ним Пожалуйста, только минуту Извините, но это невозможно Вы забыли подписать разрешение на вывоз тела номер 499 Прошу прощения, надо было предупредить заранее Я не могу тратить время впустую Субтитры создавал DimaTorzok Я не могу тратить время Майте Тебе нравится? Правда, я похожа на куклу? Мне оно идет больше, чем Ампаро И даже больше, чем тебе Я надену его, когда буду выходить замуж за Ниньо После того, как заберу его к себе В чем дело? Почему ты так смотришь на меня? Тебе что-то не нравится? В чем дело? Фата, да? Мне она тоже не нравится Но это исправимо Смотри Держи Нет Я здесь, чтобы заботиться о тебе Это был дурной сон У тебя жар Спасибо, Сильверио На здоровье Спасибо, что не бросил меня Да не за что Сейчас моя очередь заботится о тебе Когда я рядом, тебе нечего бояться С Ниньо покончено Ниньо постоянно причиняет тебе вред И в конце концов погубит тебя А если с тобой что-нибудь случится Я просто умру Что ты несешь, Сильверио? Что с тобой? Ничего Ты должна подготовиться к отъезду Чемоданы я уже собрал Все твои вещи выглажены Я сложил их очень аккуратно И куда же мы поедем? Сейчас придет такси И мы поедем на автобусный вокзал Какое такси? О чем ты говоришь? Я взял немного денег у Лосара Нам этого хватит Со мной Ты будешь счастлива, Майте Клянусь тебе Все в порядке Извини, болтать с тобой я не могу Мороженое растает А ты, оказывается, Сластена? Куда ты собрался? Ты прав Я иду в гости к племяннице Она любит мороженое Но ты негодяй Что ты делаешь, мама? Снимаю свои драгоценности Потому что меня посадят в тюрьму А все это отдадут тебе Я позвонила в кондитерскую И община купила весь мой шоколад Для вечеринки Этого не может быть, мама Ты объяснила, в чем дело? Что я могла сказать, дорогая Что использовала для его приготовления альма-виву? Да, и все эти гости отравятся и умрут Если я не найду колдунью, которая успеет вернуть их к жизни Пока не будет поздно Меня посадят в психушку или в тюрьму Наверное, кто-нибудь уже умер О, боже Эй Что ты здесь делаешь, Амадор? Амадор, ты в своем уме? Уходи, я же просила не приходить Успокойся Принц караулит возле дома Да, я даже поговорил с ним Уходи отсюда Он был очень зол И со шоколадной мороженой с орехами для тебя Уходи отсюда, принц Не волнуйся, я хочу посмотреть, чем занимаются дядя и племянница Едим мороженое Почему ты такой болван? Точно Все из-за тебя Оно тает Уходи Мороженое уже течет, Изабель Доченька, прошу тебя Эй, оно тает Ты уйдешь или нет? В чем проблема? Я не нарушаю закон Мы едим мороженое Я даже не прикасаюсь к ней Мог бы принести два мороженых, Амадор У меня мало денег Ты доволен собой, Эридия? Радуйся, негодяй Прекрати, Анхель Дело сделано Нет, не прекращу Где мой отец? Мы хотим его видеть Вам придется подождать окончание вскрытия Ты чудовище, Лосаро Почему? Потому что я хочу, чтобы все делалось по закону Мора, не надо Альма-Вива, вы тоже это знали Невероятно Успокойся Ладно Подождем результатов Оказывается, я совсем не знал тебя, Ампаро Я дура, которая совершила величайшую ошибку И 26 лет была твоей женой Мне нужно было выйти за хану Амайя И не смей осуждать меня, Лосаро Твой сегодняшний поступок непростителен Ты негодяй Итак Ваш отец умер не от инфаркта, как мы предполагали Как не от инфаркта? Он умер от тромбоза мозговых сосудов Бедняга Бедняга Но ему недолго оставалось жить Вы знали, что он серьезно болен? Нет Наш отец был болен? Чем? Мы ничего не знали У него был рак печени Он мог прожить несколько недель или месяцев Я бы сказал, что ему здорово повезло Папа! Папа! Фильм озвучен компанией Интракоммуникейшнс 2004 год Папа!